На календаре 13 октября 13 октября 1904 года в Самарской думе разгорелся нешуточный спор Саратовские мещане, братья Никитина, предложили построить в Самаре театр-цирк Под строительство они просили места на углу улиц Николаевской и Притеченской Сейчас это угол Чапаевской и Некрасовской Но многие самарцы тогда высказались против отвода земли Жители предложили построить вместо цирка второе реальное училище или гимназию Поскольку члены городской думы к единому мнению не пришли, вопрос остался открытым И только в 1907 году в Самаре на углу улицы Льва Толстого и Саратовской Открылся грандиозный театр-цирк Олимп Сегодня на этом месте располагается филармония Колокол дремавший разбудил поля Улыбнулась солнцу, сонная земля Подобно есенинским строкам зазвучал 13 октября 1891 года Новый колокол Николаевского мужского монастыря Он весил 215 пудов И был отлит на Самарском колокольном заводе Василия Буслаева Не путать с былинным героем Колокол был на вид изящен Звук громкий, приятный, рассказывали прихожане 13 октября 1896 года В селах Черновка и Хорошенькое Открылись воскресные базары Здесь крестьяне продавали сельхозпродукцию И ремесленные изделия 13 октября 1855 года В Самаре завершилось строительство Четырех общественных амбаров В них хранились так называемые Неприкосновенные запасы продовольствия и зерна На случай неурожая 13 октября 1909 года Самару посетил известный Своими скандалами и обжорством Борец Эмиль Фосс Он приехал в Самару из Сызрани И остановился в номерах Барсукова На набережной улице Пробыв там пару дней Фосс произвел полный разгром в номерах Все, что попадалось борцу под руки Он рвал и ломал Под занавес в качестве трофея Он увез с собой скатерти и салфетки Убытки составили 48 рублей Причем одной только посуды Было разбито на 10 рублей Для сравнения На 10 рублей тогда можно было купить тонну угля 13 октября 1910 года В Самаре решили ввести налог На автомобили, велосипеды И установить новую ставку для экипажей Чтобы ускорить дело В том же году провели перепись транспортных средств 13 октября 1953 года На Куйбышевском механическом заводе Закончилась сборка первого образца Картофелеуборочного комбайна Испытания его прошли на полях колхоза Молотовского, ныне Волжского района 13 октября 1975 года Синяя птица отправилась в свой дальний полет Этот вокально-инструментальный ансамбль Был создан при Куйбышевской филармонии В конце 75-го Синяя птица выпустила свою первую пластинку Куда вошла и песня «Клен» Именно она стала визитной карточкой ансамбля И самым настоящим шлягером на долгие годы 13 октября родился Марк Захаров Кумир миллионов зрителей Один из самых веселых и энергичных режиссеров Нашего времени 13 октября появился на свет Неуловимый мститель И джентльмен удачи Комедийный киноактер Савелий Краморов В этот же день 1995 года Руководителем Самарского академического театра драмы Был назначен режиссер Вячеслав Гвозков Сегодня поздравление с днем рождения Принимает Ирина Скупова Уполномоченная по правам человека в Самарской области В 13 день второго месяца осени С именинами поздравляют Григория, Михаила, Петра и Серафима Погода 13 октября может указать на то Как скоро грянет зима Если в этот день выпадет снег Тогда зиму еще долго ждать Если гроза случится То зима будет мягкой Продолжим завтра Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова